Так, секундочку. А какая-нибудь ложечка здесь есть? А вот это мы забыли, видать. Есть только палочка такая, и можно помешать, а вот тут есть сахар. Отлично. Вот эти вот девушки и вот этот юноша. Вот, я так не очень путаюсь вообще-то. Дело в том, что у нас идет сейчас шахматный турнир. Чемпионат Москвы по Блице. У нас тоже шахматы с собой, между прочим. Да, можно поиграть в работе, да. Я понимаю, да. И девушки меня любезно угостили совершенно бесплатным, замечательным чаем. Я надеюсь, что он еще и горячим. Сейчас попробую. Так, и теперь поделитесь, пожалуйста. Откуда у вас средства на то, чтобы всех кормить бесплатным чаем? Тут кормят бесплатным чаем. Вот это одна из участниц чемпионата Москвы по Блицу. Сейчас тут набегут, я не знаю. А мы вот вам смотрите, это у нас просто такое заведение, где все бесплатно, кроме времени. Вот, то есть там кофе очень вкусный, чай, всякие сладости, мероприятия. А сколько стоит? Да, на столько, куда можно приходить, делать все, что угодно, вот, и не обязательно при этом заказывать какую-то еду, чтобы где-то посидеть с кем-то пообщаться, вот. Потому что еду можно привезти с собой, свою, и... Так, и что это за учреждение? А платите вы только за время при этом, вот. И вот я могу вам подарить 40 минут у нас бесплатно, чтобы вы пришли к нам, насмотрели. Так дайте и мне, дайте мне. И таблеток от жадности. И побольше, побольше. Ой, спасибо большое вам, спасибо. Так что приходите к нам в шахт. Где ваше это заведение? Да, у нас очень много шахт. У нас их в Москве два, но конкретно наше, на Тверской, прямо на самой Тверской, да и здесь есть адрес тоже. Прямо рядом с Елисеевским мы торжественно там обосновались. И какова цена времени? Два рубля в минуту, то есть 120 в час получается. Ну это совсем не дорого. И вообще-то оригинально для Москвы. А больше четырех часов уже бесплатно. То есть если вы целый день просидите, поиграете в шахту, поедите, попьете кофе, чаю, там, поиграете на пианино, почитаете книжку, то вы заботитесь за все 480 рублей. Да, посидите в каком-то лекцию, концерт, да. Да, у нас проходят разные всякие мероприятия и очень охотно сотрудничать. А можно еще визиточку? Да, вот и оберите. С разными молодыми творческими там людьми. Визиточку я обязательно возьму, я все это... Так, еще раз адрес вашего замечательного заведения. Тверская улица, дом 12, строение 1. Так, друзья, все собираемся на Тверской 12 и поиграем в шахматы с Эльмирой Мерзоевой. Мы проведем там время, да, зимой приходите устраивать. Это, между прочим, очень известная девочка, шахматная телеведущая. Это не просто так вот. Вы думаете, вот стоит Эльмира Мерзоева, подумаешь. Спасибо. А можно еще печенье ушко? Вот. Тут мы лопаем печенье, объедаемся. Ну, это очень здорово. Просто, как бы, вообще вся идеология нашего Мерзоева в том, что, как бы, мы всех принимаем, очень тьмо. И, ребят, у нас нет никакой официальной натянутой атмосферы, там нет никакой обслуги, нет нам клиентов. У нас есть гости и помощь, и, как бы, есть помощь туда, и мы... Эльмира, пожалуй, имеет смысл сыграть в шахматишки, там прийти. Я думаю, что, как минимум, туда имеет смысл ходить, провести там это время. Да. Насладиться атмосферой, как я сказала, для Москвы, это реально очень свежая. Кстати, видела сейчас... Ну, 2 рубля в минуту, это совсем недорого. Про ваше заведение, ну, типа, такого рода, то есть, новое в Москве, типа, приходишь туда, ни за что не платишь, но вот платишь именно там либо за посуду, либо за что-то, да? То есть, да, как сказать, то есть, по-другому подошли. Да, платишь не за сами продукты, а либо за время там проведенное, либо за какие-то долгие услуги. Вот, ты платишь, собственно, первым местом открытым по такому принципу. Отлично, молодой человек сидит тихо, спокойно, он не волнуется. Это, наверное, владелец того заведения, нет? Да, скорее всего, и главный идеолог. Главный идеолог, да. Главный, сидящий в упалочке. Вот, и у нас, главное, можно организовывать...